Всем привет, друзья! С вами снова я, Марк, и Макс, у нас оператор. Сейчас будем делать мы обзор на данную нашу постройку. Самую большую, это у нас замок. Долго мы ее строили, очень долго, полгода, по-моему, затягивали. Ну, а так, в общем, постройка у нас заняла где-то недели-полторы, я думаю, если так прямо вот-вот и дома. Итак, давайте сначала рассмотрим. Уже сразу начнем, все будем рассказывать. Вы уже видели видео с музыкой. Сейчас буду все просто рассказывать, как что делали. Итак, замок у нас делится на 4 пластины. Мы строили на 4 серых пластинах, 48 на 48. Вот шов, соответственно, главный, как он делится. В конце видео покажу разделение само. Здесь у нас первая пластина, это у нас кусок озера, реки, переходящий в озеро. Делали небольшую детализацию эффекта волны от корабля, который идет. И типа водичка, всякими прозрачными пинами, кристалличками и так далее. Прозрачный у нас есть, голубой и синий. Все детали прозрачные. Здесь у нас именно на этой части пластины небольшой кусок пляжа. И на этой причал две лодки и тоже небольшой кусок пляжа. Давайте рассмотрим корабль. Корабль у нас придумал Макс. Дизайн, сам дел. Коричневый такой корабль. У нас здесь одна каюта, большие две палубы. И внизу есть каюта с пушками. Четыре пушки у нас с одной и с другой, соответственно, стороны. И там идет небольшая детализация. В конце видео я тоже разберу, покажу. Точнее, в следующем видео, когда мы это будем все сносить. Итак, паруса мы сделали из листа формата А4. Обычный белый лист. Скрутили его и вставили в лего детальки. Также мы еще с помощью детальки троса сделали что-то типа... Что это соединяет, который паруса, которым натягивается сам парус, соответственно, веревочку. Дальше у нас здесь есть каюта. Главный пират. Небольших мини-фигурок накидали мы сюда. В общем, по кораблю все. По детализации вот можете посмотреть. Чик, сзади. В общем, вот такой вышел корабль. Дальше у нас следующая часть идет. Это у нас еще одна пластина, соответственно, с старым замком. Второй частью получает замка, которая разрушенная. Она соединяется с основным замком, который еще действующий мостом. Мост можно поднять и опустить. Поднять, соответственно, разделить полностью две постройки. Соединить. Тогда, соответственно, постройки, ну, более-менее не будут отдельно. Так, дальше по мосту у нас идет заключенный. У нас здесь есть три черных стражника, которые охраняют, ну, постоянно находятся в этом замке и охраняют главный замок от тролля, который здесь находится в цепях. Сюда, соответственно, приводят заключенный и там все происходит. Замок у нас идет на небольшой горе. Внутри горы она у нас полая, но там есть много очень разноцветных всяких колонн, которые, соответственно, удерживают, чтобы она была чуть-чуть, ну, так, вплоть. Чуть-чуть была плотненькая, ну, как бы вы сами поняли. Итак, здесь у нас есть небольшой вход с лестницей в замок, но, по идее, он должен быть, типа, занесен, заброшен. Короче, там прохода нет, но раньше когда-то был. Здесь у нас небольшой старый такой тоже вход, разрушенная крыша и так далее. Здесь у нас идет небольшое дерево, чтобы подчеркнуть как-нибудь, делать детализацию, придать замку. И здесь у нас идет, как вы видите, еще одна часть. Видно? А, давай, с этой стороны. Здесь у нас еще тоже идет кусок, соответственно, что внутри горы, там есть еще какие-то помещения. И вход у нас обделан сеткой, чтобы тролль туда не пробрался в эту часть замка. Теперь давайте рассмотрим рынок. Рынок у нас находится на третьей пластине. Так, в начале рынка у нас здесь идет два пирса небольших. На них есть такие самодельные наши фонарики. Две лодки с провиантом, всяким там рыбой, бананами и так далее, виноградиком. Дальше у нас идет, соответственно, сам рынок. Три ларька, два маленьких, один большой ларек, там продается всякая еда и так далее. Здесь у нас идет мельница. Мельница мы тоже делали сами по своему дизайну. Мельница у нас, только она должна немного по-другому располагаться, эти лопасти. Но у нас идет она полу, чуть-чуть разрушенная, недостроенная. Здесь у нас есть леса строительные, куда залазит человечек и, соответственно, чинит эти лопасти. Сзади рынка у нас две лошади, которые тут стоят, пасутся, не знаю. Полностью по всему, по всей площади рынка у нас вот такие цветочки красных, белых, желтых и розовых цветов и зеленых. А также для детализации просто добавили вот такие детальки, типа травы. Здесь у нас идет очень большое дерево, которое придает небольшую детализацию общей картине, общему плану. Здесь также у нас идет домик небольшой. Внутри домика ничего нет, просто так открыл. Домик обнесен забором, здесь находится стражник и через этот домик можно попасть в замок. Об этом покажу в видео, когда мы разъединим две половинки, соответственно, вы увидите сам вход. Давайте теперь начнем с замка. Замок у нас получился такой довольно-таки большой. Здесь 8 этажей. Переносить это все очень тяжело, но мы как-то стараемся. Дальше здесь у нас, получается, идет по всему периметру забор. Забор у нас в такой стиле кресты, решетки и детализация. Немного разрушены. Здесь у нас идет, как вы видите, щит. Главный щит, герб, соответственно, нашего замка. Это орел. Вот он, орел. Короче, животные. Здесь внутренний двор. Первый этаж. Можно видеть какая-то... Ну, специально убираться, чтобы увидеть детализацию внутреннего двора. Посмотреть, что происходит внутри. Здесь у нас идет дверь. Давайте первый этаж полностью весь рассмотрим. Здесь у нас идет дверь в башню. И главная дверь и вход в главный зал. Здесь у нас гуляет стражник, соответственно. Итак, теперь мы эту модульную деталь убираем назад. Чик, да. Теперь мы давайте рассмотрим эту часть стены. Она у нас тоже немного детализирована. Здесь у нас идет две статуи, соответственно, стражников. Со щитами кубком и с щитами и еще один кубок, только типа в виде человечка. Короче, две статуи. Вот такой у нас получается дизайн. Стены специальные, чтобы был прострел для лучников. Получается, если его сюда поставить, через две клетки его особо снизу не будет видно. А простреливать он через маленькое, небольшое расстояние может легко. Дальше. Вроде с первым этажом мы закончили. Здесь у нас, кстати... С этой стороны подойди. Здесь у нас тоже есть еще одна дверь. Вон там дверь. Также идет детализация стены. И здесь есть мост, переходящий на второй этаж. Давайте посмотрим теперь замок, соответственно, изнутри. Начнем с самого низа. В самом низу у нас располагается кухня и склад провианта. И здесь у нас типа место для рингов, для дуэлей. Можно... Это модульная конструкция, ее можно убрать. Так, также у нас небольшой есть дизайн стенки. И здесь написаны мои инициалы. М, Л, Б, Мак сделал, постарался, молодец. Итак, здесь у нас два рыцаря сражаются между собой. Естественно, это тренировочный такой полигон. Вот эту площадку взяли из шахмат. Просто взяли и установили. А низ у нас тоже такой шахматнообразный идет. И там всякие провианта типа бутылки. Ну, пицца, конечно, ее не было, но все же, как еда считается. Бочки с вином, ключи и так далее. Наверху у нас идет тронный зал. Здесь у нас король, королева и всеобразные всякие шуты. Так, давай я с этой стороны обойду. Очень много еды. Четыре кресла, четыре сидения. И у нас есть такая небольшая функция. Вот тут есть дверка, которая, соответственно, открывается и закрывается. И здесь мы можем, если ничего не разломать, сделать вот так вот и включить свет. Но что-то все прикольно горит. И мы сделали еще акцент на том, что, видите, вот получается второй этаж. Ну, это не второй этаж, но вот верх тронного зала у нас есть... Ну, не тронного зала, а обеденного зала. У нас здесь есть статуя. Сзади есть витражные такие, как мозаикой окна. Детализация еще, видите, типа курасаны, всякие. Это из парижского ресторана я взял. И здесь еще одна, это мозаика идет. И прикол вот этой мозаики в том, вот которая за этой фигурой, то, что она с обратной стороны здания отсвечивает. И получается, можно увидеть, вот здесь вот она отсвечивается. Сейчас я фонарик включу. Как он у тебя включается? Включи фонарик. Сейчас я здесь. Давай. Ну, здесь, если видно, видно? Получается, есть небольшой... Особенно ночью видно, как оно светится. Итак, теперь... А, может выключать. Давайте рассмотрим фасад второго и третьего этажа. Здесь у нас тоже идет стиль, как и на... Как и на, получается, стене. Только с той стороны. Здесь у нас идет два балкона. Они спаренные, так как у нас замок идет нечетко по этажам. Здесь у нас идет, соответственно, окна. Небольшая детализация. Два балкона. Здесь у нас идет еще одна секция с балкончиками и с таким типа плакатом. И с этой стороны у нас идет проход к стене и, соответственно, еще одни окна с крестами. Давайте теперь посмотрим еще с обратной стороны. Посмотрим. Внутри у нас есть коридоры двухэтажные. Первый и второй этаж. Коридоры, которые соединяют одну часть замка с другой. Как с этой, так и с этой стороны. Внутри они, нас, конечно, не очень... Мы в них не очень детализировали. Поставили решетки, всякие бочки. Все возможные, чтобы немного хоть как-то замазать пустоту. С этой и с этой они приблизительно одинаковые. Так, наверху у нас идет дальше комната-спальня. Все возможные стратегические комнаты, оружейные и так далее. Давайте все рассмотрим. Здесь у нас идет, как вы видите, одна часть замка такая коричневая, деревянная. Вот она находится. У нас здесь у нее есть здесь балкон. Внутри располагается, я уже не помню, что. Здесь ничего. Здесь у нас располагается небольшая комната с таким комодом, а наверху копья на крыше этого здания. Дальше здесь у нас идет небольшая библиотека, самодельная наша. С этой стороны у нас идет тоже комната с часами. Комната просто с свечкой. Флаг здесь есть, всякие бутылочки. И внутри есть кровать. Вот отсюда, думаю, будет видно. Четко выше. Давайте посвечу. Внутри там кровать у нас. Ну, когда мы будем разбирать следующее видео, подробно покажем все. Так, дальше. Здесь у нас находится... Здесь у нас находится оружейная комната. Здесь всякие возможные мечи, копья и так далее. Топоры. С этой стороны у нас стратегическая комната. Здесь есть полностью маленький макет нашей постройки повторяющей. Здесь все и рынок получается, мельница, сам замок, старый разрушенный замок и корабль. И с этой стороны у нас типа висит, по идее, как карта, но нет. Здесь у нас есть башня. И еще сверху башни сундук стоит с флагом. Можно туда что-то было поставить, но уже поздно. По всему периметру также здесь идет балкон. На который можно установить фигурку всяких разведчиков или там смотрителей замка, например. И тут две башни с таким своеобразным дизайном. Но все же вроде мы с Максом согласовали и нам походу понравилось, да? Нет. Понравился дизайн. Ну, конечно, если бы было у нас больше деталей, мы бы переделали, сделали бы и, может, и выше, и немного по-другому. Но так как деталей у нас ограниченное количество, не получилось. Итак, здесь, кстати, еще не рассказал, у нас есть тоже построено все оно на горе. Здесь у нас есть такая темная башня, темница. У нас она когда-то была очень высокая. Что-то я на нее забил и сделал просто обычную решетку, соответственно, и принял ее за темницу. На самом деле, я бы, конечно же, ее переделал и сделал по-другому, но когда-нибудь в другой раз, когда будем строить, наверное, еще раз замок. Давайте теперь я замок рассоединю, покажу вам, как он выглядит. Чик рассоединяется на одна часть. Здесь она, понятное дело, рассоединяется тоже на две части. И здесь тоже она разъединяется. И, как вы видите, здесь вот, здесь у нас есть два входа. Один вход и второй вход. Ну, в принципе, все. С вами был я, Марк и Макс. Спасибо всем большое за просмотр. И, надеюсь, все рассказал. Что не рассказал, там еще в следующем видео расскажу, которое будет, и мы будем ломать там все, крушить. А с вами был я, Марк и Макс. Всем пока! Продолжение следует...